Здравствуйте, меня зовут Елена Бантикова, я магистр педагогических наук. Как педагог я имею право давать качественную оценку учебному пособию. Учебник «Медиа и информационная грамотность» для учащихся с 9 по 11 или 12 классы общеобразовательной школы предмет предлагается ввести элективно. Первое, что бросается в глаза, это отсутствие кода ОДК, в общем, библиотечного кода. То есть, с каким типом материала мы имеем дело, мы можем определить по этому библиотечному коду. Здесь его нет. Второе, отсутствует гриф «рекомендуется, утверждено» в Министерстве образования РК или «одобрено». Этот гриф отсутствует. Это мне говорит только лишь о том, что, по идее, учебник не прошел оценку Министерства образования. То есть, они за него не отвечают фактически. И, скорее всего, он не проходил рецензирование. То есть, никто из педагогов, скорее всего, его особо и не смотрел. А среди авторов указано, для меня это фамилии незнакомые, но по подписи внизу понятно, что это, скорее всего, журналисты. Далее говорится о том, на странице 2, что учебник он издан при помощи USAID. То есть, федеральное агентство, которое занимается не развитием международных отношений, а развитием отсталых регионов. Ладно, допустим, они помогли бы сделать учебник, но здесь есть именно приписка. То есть, у нас отсутствует гриф от Министерства образования, но есть подпись от USAID. Итак, цитата. USAID является ведущим международным агентством развития и выступает катализатором достижения устойчивого развития. Деятельность этого агентства направлена на продвижение национальной безопасности США и экономического процветания. Она демонстрирует щедрость американского народа, способствует достижению самообеспеченности и вернестойкости стран-бенефициаров. То есть, страны-бенефициары, а кто у нас страны-бенефициары, любой юрист задаст вопрос. Неизвестно. Казахстан здесь не указан. Нас развивают, а кто страна-бенефициар? То есть, в интересах США вводится учебник. Весело. Вот только из-за этих трех пунктов учебник уже можно не допускать вообще к применению на территории Республики Казахстан. Никаких ссылок на законы, ни на Конституцию Казахстана. То есть, ничего этого нет. Хотя есть методическое пособие по этому учебнику, то есть, это как бы книга для учителя. И там так напето, что развивает и знание законов, и любовь к казахскому языку, хотя там ни слова о казахском языке нет. С сотой, ну, примерно с сотой страницы, 105-й, там уже информация, которая, по идее, должна содержаться, по моему мнению, в учебнике по информатике. То есть, вирусы компьютерные, как там пройти, как проверить информацию, найти источник. Вот, то есть, там в таком контексте. Но, что касается того, как проверить вообще информацию, насколько она жива, праводоподобна, какой процент там может быть заинтересованности, коррумпированности чиновников, может быть, человек врал, может быть, его купили, чтобы он это сказал, об этом ни слова. Там идет презумпция белости и пушистости госорганов, потому что самый достоверный источник – это официальное заявление государственных органов там идет. Второе – это такая прям догматика, то есть, они утверждают, например, что вакцина – это хорошо. И все. И просто найдите подтверждение этому. Ну, то есть, не приводится именно плюсы и минусы вакцины, и сами сделайте вывод, или найдите, или там опросите людей, кто против, то есть, почему, дайте им обосновать их взгляд, их позицию. А там написано – начните с ними спорить. А если до них не доходит, то дайте им почитать этот учебник. Ну, честно говоря, если бы мне дали почитать этот учебник, мне бы вряд ли что-то… Это как-то помогло передумать. Вот. То есть, вот такая вот билиберда практически. Оно идет такой нитью пропитано. То есть, там есть полезная информация, но из-за этого вводить, из-за там четырех глав, которые может тебе объяснить преподаватель информатики, зачем? Зачем вводить отдельную дисциплину? И потом, если брать ГОСО, здесь написано, что в методических рекомендациях написано, что это учебное пособие соответствует ГОСО. Но в ГОСО у нас идет развитие личности, развитие критического мышления. Здесь его нет развития. То есть, здесь говорят, вот это плохо, это хорошо, и ты делай вот так, чтобы найти подтверждение вот этому. Делай вот так, чтобы там найти, вот знать вот такие вещи. Ну, запомни, там земля, короче, круглая, вакцинация это хорошо. И причем, такой момент еще. Несмотря на то, что там идет про информация, про то, что мы получаем знания из разных источников информацию, но тем не менее, идет, нигде не написано, что, например, можно спросить у родителей. А, мол, если что, гуглите, ищите в поисковике, проверяйте информацию в интернете. Но Google всего не знает, иногда намеренно не знает, потому что информацию некоторые никогда не допустят до широкого пользования. Какую-то информацию вочат. Проверяйте. То есть, не обращайтесь официально в госорган, не сделайте научное изыскание там методом эксперимента, опроса, а просто верьте учебнику и проверяйте в Google. И верьте госорганам. И тем более, когда у нас в период пандемии 42 500 платит тем, на следующий день уже этим, на следующий день уже никому, на следующий уже всем. И вот как в этом контексте нашей реальности верить госорганам? И, конечно же, очень печально, что они использовали фото девочки, которая погибла после вакцинации. Не от коронавируса. Правда, это фото они имели право использовать, потому что оно было размещено на сайте, ну, вообще доступном, то есть на сайте петиции. И они, в принципе, взяли, ну, не взяли уже с личной страницы там или из личного архива, а это информация с общедоступного источника. Но контекст, в котором это используется, это, конечно, опасно для общества. То есть не столько даже для какого-то, может быть, военной безопасности, а именно для человечности и научности. То есть наука должна, по идее, служить гуманности, служить истине. Ну, а истина у нас, естественно, рождается в спорах и так далее, методом экспериментов и научных проверок. Здесь про научные проверки речи не идет. Это просто большая журналистская статья, которую пытаются подогнать под план учебный. Далее, там еще такая есть вещь, что манипуляция – это хорошо. То есть вами могут манипулировать и школы, и государства, но они хотят вам добра, они хотят вам хорошо сделать. Но если они так хотят хорошо делать, почему они не говорят правду? Зачем манипулировать? Любой психолог скажет, что манипуляция делится на две стороны – манипулятор и жертва манипуляции. Не выгодоприобретатель. Выгодоприобретатель есть манипулятор. А вот жертва – она жертва. Ею пользуются, ею манипулируют, чтобы пользоваться. И здесь идет вот такое дезинформирование. Это просто каша, это просто поток вот такой вот каши, который еще и нацелен на какие-то интересы США через призму пушистости государства, и никаких не дает инструментов по законности, проверке законности, логического мышления. То есть он просто дает инструменты по использованию Google немножко, и там антивирусов, что нельзя публиковать. Ну, есть полезная информация, но ее очень мало. Я просто не открывала учебник по информатике, возможно, там это и так есть. Потому что кто сидит за компьютерами, они и так знают, как там проверить Photoshop уже, как там найти источник, то есть загуглить и найти похожие картинки, поиск по картинке. Это, по идее, не надо. Давайте прям отдельным курсом. Вот. Ну и методическое пособие тоже очень странное. Там воспеваются стороны плюсовые этого учебного пособия, хотя мы открываем любую книгу по... Называется она Teacher's Book, то есть это книга для учителя. Я преподаю английский язык, и там у нас есть такие учебники для учителей. Ни в одной книге не хвалится пособие. Там констатируется, что вы открываете вот этот, например, диск, включаете вот это, здороваетесь, говорите то-то, 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 ну, примерно, спрашиваете их мнение, направляете в процесс, то есть там конкретно методическое пособие. А здесь размыто написано, что оно соответствует ГАСО, она разделена на такие-то книги, разделена на такие-то абзацы, там есть такие-то задорности. С одной стороны, конечно, смешно от этой дурости, как задорно говорил, а с другой стороны, очень печально, потому что это реально дурость. Ее непонятно на каких основаниях толкает школу, и я конкретно как педагог, как я проходила курсы психологии, как психолог, я немного разбираюсь в информатике. Я тоже против такого, такой каши, которая опасна просто. Вот, все, спасибо за внимание, надеюсь, что мы сможем этот учебник отстранить вообще, и больше не увидим от этого издания ничего. Все.